В октябре 1772 года Канцелярия Колывана Воскресенского горного начальства Постановила Для похорон усопших под кладбище Способное место по течению реки Барнаула С правой стороны на высокой гриве С согласия духовного правления отвезти Так появилось на горное кладбище За полтора века здесь были похоронены Многие известные горожане Ученые, общественные деятели, купцы, исследователи Алтая Изобретатель Казьма Фролов Архитектор, автор комплекса Демидовской площади Яков Попов Один из первых исследователей Алтая Петр Шангин, публицист Николай Ядринцев И многие другие 17 октября 1867 года В Барнауле открылся телеграф Барнаул, кстати, был третьим городом Сибири После Томска и Омска Получившим прямую связь с Санкт-Петербургом Первую телеграмму в Российское географическое общество Отправил историк-исследователь Алтая Степан Гуляев Телеграф размещался по адресу Пушкина 47 Но после пожара 1917 года Переехал на Интернациональную 74 Где, кстати, до сих пор располагается отделение связи Октябрь 1974 года Станица Клецкая в Волгоградской области В разгаре съемки фильма Сергея Бондарчука «Они сражались за родину» Одну из главных ролей в котором исполнял наш земляк Василий Шукшин Увы, эта картина стала для него последней 2 октября 1974 года Его друг, актер Георгий Бурков Находит его мертвым Вскрытие показывает, что у Шукшина Не выдержало сердце Со смертью писателя, режиссера и актера Осталось нереализованным множество планов В том числе самый масштабный фильм О Степане Разине Субтитры создавал DimaTorzok